Всем привет! Меня зовут Артур Шарифов, вы на канале Дай5, а путешествие во времени это круто. В предыдущем выпуске я показал вам, что в теории путешествия во времени возможны в любом направлении. Вам это видео понравилось и благодаря тому, что лично ты поставил большой палец вверх, мы делаем продолжение. Сегодня мы поговорим о том, почему путешествие во времени может быть не круто и как оно может заставить нас оказаться вне нашего мира. В этом видео мы рассмотрим парадоксы и просто неприятные ситуации, которые могут возникать при попытке путешествия во времени. Но не классические, а те, которые кинематограф и художественная литература обходят стороной, и они там встречаются гораздо реже. Но от этого менее интересными они не становятся. Нейрофизиология это сложная, молодая и очень загадочная наука. Нейрофизиологи выяснили, что когда человек думает о себе и когда человек думает об окружающих, у него активны разные участки коры головного мозга. Это говорит о том, что мы достаточно четко умеем отделять собственное я от чужого я. Это хорошо в основном, но в некоторых случаях это проблема. Это, кстати, объясняет, почему мы так часто любим откладывать дела на потом. Дело в том, что когда мы думаем о том, что будем делать завтра, наш мозг работает так, как будто бы он думает о другом человеке. То есть на самом деле нам не кажется, что эту работу завтра будем выполнять мы сами. Нам подсознательно кажется, что ее будет выполнять какой-то другой человек. Мы не понимаем, что на самом деле за это придется отдуваться нам самим. А теперь представьте, как должен будет работать мозг при встрече с самим собой. Приближенной к этой ситуации является встреча двух близнецов. Первая встреча двух разлученных близнецов. Согласно исследованиям, подобные встречи характеризуются повышенным уровнем тревоги. Мозг перестает адекватно воспринимать положение в пространстве и начинает путать внешние и внутренние сигналы. При этом ситуация облегчает тот факт, что ты понимаешь, что перед тобой находится не ты. Сознанием, мозгом ты это осознаешь. Но в случае, если мы встречаем самого себя из другого временного отрезка, такой отмазки у нашего мозга не будет. Мы можем только гадать, как себя поведет наше подсознание. В лучшем случае будет происходить огромный выброс адреналина. Ну то есть по ходу встречи вы будете ощущать сильную тревогу и очень сильные мурашки по коже. Но более вероятно, что очень сильная одновременная активность разных участков коры головного мозга приведет к его перегрузке. Условной перегрузки такого понятия нет, но это, разумеется, приведет к потере сознания. Если вам все же удастся перенести встречу с самим собой, и то же самое удастся вам, вы поняли о чем я, да? То тут возникает парадокс, ведь один из вас все же младше, а значит ему предстоит пережить эту ситуацию еще раз. Ну, например, мне 21, и я лечу в будущее на год вперед, чтобы встретиться с самим собой в 22 года. Мы встречаемся, и встреча проходит нормально. Пообщались, попили кофе, я думаю, к тому моменту я все еще буду любить кофе. Ну и я благополучно возвращаюсь обратно. Теперь получается, что ровно через год ко мне должен будет прилететь я. Но при этом для правдоподобности я должен буду вести себя так, как вел себя я в той ситуации. Ведь иначе у молодого я останутся другие впечатления, и это напрямую повлияет на то, каким он станет через год. Да, поверьте, встреча с самим собой в будущем может очень круто изменить вашу жизнь. Это проблема. Здесь стоит очень много вопросов. Например, знал ли тот 22-летний Артур, которому летал я, что я прилечу? Ведь до этого, по плану, он тоже должен был летать в будущее. Ждал ли он меня? Боялся ли сказать что-то не то? И неужели теперь моя судьба будет каждый раз меняться с новой итерацией? Что я буду помнить, если вследствие этих событий моя реальность изменится? Тут есть три варианта. Либо я буду помнить только то, что видел сам лично, и реальность вокруг меня просто изменится, и я это пойму. Либо я буду помнить только новую реальность, а все остальное забуду. Это, кстати, самая безболезненная ситуация. Куда хуже, если я вдруг буду помнить оба варианта развития событий. Даже если я четко смогу разделять две временные ветки, буду понимать, что происходило в предыдущей реальности, а что в новой. Такие неприятные ситуации, как, к примеру, встреча с другом, который умер на твоих глазах в одной из реальностей, вызовет явно больше эмоций, чем у Эштона Качера из Эффекта Бабочки. Итак, если вы ждете продолжения разговоров на данную тему и рассмотрения классических случаев, то я жду от вас большого пальца вверх. В описании есть ссылка на мой канал. У меня там готовится к выходу видеоролик о существовании внеземных цивилизаций. И о том, какие трудности у нас могут возникать в общении с цивилизацией, которая развивалась совершенно по-другому. Если интересно, переходи по ссылке в описании, подписывайся, найдешь еще много чего интересного о науке и космосе. И да, обязательно подписывайся на канал Дай5, чтобы не пропустить следующее видео. Может неприятно получиться. Ну, на этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok